Девушки отдыхают Я хочу сказать, во-первых, что не мудрство и лукаво мы все-таки решили, что этот концерт проведу я сам. К тому есть несколько причин, о которых я сейчас не буду говорить, но они станут ясны в процессе. Вы все поймете сами. И ничего не будете сейчас заранее говорить. Единственное, что я хотел бы сказать, я хотел бы сказать, что всякий авторский концерт для любого композитора, это всегда определенные веха. Веха какого-то этапа пути, жизненного, музыкального, вообще человеческого пути. И поэтому все мы, все, кто сегодня будут участвовать в этом концерте, все, кто принимал участие в организации этого концерта, мы подумали о том, что, наверное, надо было бы сделать так, чтобы этот концерт был интересен во всех отношениях, чтобы здесь звучала разножанровая музыка. Музыка для оркестра, музыка для протопиано, для голоса, для вокального ансамбля. Чтобы, так сказать, вы могли увидеть все то, что я могу, все то, что я делаю, и все то, что я, наверное, и буду продолжать делать в третьем. Ну, и я хотел бы сказать еще несколько слов о том, что сегодня прозвучит. Сегодня прозвучат сочинения четырех жанров. Начнет наш концерт камерный оркестр Кредо. Он исполнит сочинение, которое писалось в течение ряда лет. Оно не было написано сразу, в один год оно писалось в течение ряда лет. И я решил назвать его «Кончерты Гросса» в духе, в традиции старых инструментарных концертов 17-го, начало 17-го века. Вот в нем есть, почему я его так назвал, ну, наверное, потому что в нем есть некое такое игровое начало. Хотя, так сказать, может быть, это игровое начало кому-то из вас покажется несколько таким саркастическим, может быть, несколько все-таки ироничным. Ну, во всяком случае, оно и есть, и поэтому я решил назвать это сочинение «Кончерты Гросса». Кроме этого, в сегодняшнем концерте прозвучат прелюди для фортепиано, которые тоже достаточно часто звучат, но они звучат по сравнению разных исполнителей. Иногда я сам соблюсь за инструмент, но сегодня они прозвучат, мне кажется, в лучшем варианте, потому что их исполнит замечательный пианист. Я все буду объявлять чуточку позже. Кроме этого, в сегодняшнем концерте вы услышите новое сочинение, относительно новое сочинение. Это вокальный цикл на стихи замечательного красноярского поэта Андрея Деминюка для сопрано и фортепиано. И в завершении концерта вы услышите несколько сочинений для вокального ансамбля из цикла, который называется «Вторая тетрадь Мадригал». Ну, вы, наверное, знаете, кто не знает, я могу сказать, что долгое время мне саму пришлось работать, довелось работать. Или, можно сказать, им я имел счастье работать, потому что это все, конечно, доставляло всем нам неописуемое удовольствие. С вокальным ансамблем, для которого я писал достаточно много музыки. Была написана первая тетрадь Мадригалов, которую в Новосибирске издало издательство «Карина». Тут была написана вторая тетрадь Мадригалов, из которой мы сегодня попробуем вам показать несколько новых Мадригалов. А сейчас концерт откроет от композиторской мафии слово. Сейчас. Мафия или секты, как говорится. Мы же похожи на секты в последнее время. Именно, дорогие друзья, правильно сказал Владимир Валентинович, потому что сегодня у нас собрались только такие. Мы сегодня на очень интересном вечере. Вечер, который поистине является событием в жизни культуры нашего края накануне серьезных событий политических. Но это не случайно. И на фоне культуры нашей России. Сегодня звучит музыка композитора, который преодолел очень мощный пресс отбора. Это касается композиторов советского периода, когда называться композитором можно было только после четырех условий. «Три посоха изгладать, три пары сапог и стоптать». Это все в полной мере. Владимир Валентинович прошел. Человек, избранный Богом для этой профессии. Человек, получивший замечательную школу. Авторитет коллег, ведущих композиторов России. Лауреат российского конкурса. Человек, который является собой средоточие таланта, ума, педагогического дара и вообще личность, которая, в общем-то, достаточно органично и уникальна. Вот кто знает Владимира Валентиновича Пономарева, тот сразу видит перед собой его облик. За этим обликом очень органично существует музыка, его пристрастие, его симпатии. Композитор очень широкого дарования, хотя определяет больше сейчас свой путь в тех жанрах, в хоровых жанрах, камерно-вокальных, камерно-инструментальных, в последнее время и оркестровых жанрах. И во всех этих жанрах присутствуют ему только черты. Мне кажется, это очень дорого. Еще хотелось бы сказать, что на фоне нескончаемого бесева мы продолжаем жить. И вот Владимир Валентинович как раз являет подвиг дворца, который ни на что, вопреки многим вещам, несет свой крест. Это слова не красные, слова не краснобайские, а слова, которые впрямую, на мой взгляд, вот как бы характеризуют путь этого музыканта. Одно лишь горькое, что события такого уровня проходят не через дорогу. Да, это дом, в этом есть своя логика. Это дом, в котором Владимир Валентинович является заместителем председателя и активно участвует в жизни Союза. Но такие события должны проходить на фоне и при участии власти. Всего этого, к сожалению, мы в последнее время не видим. Дорогой Владимир Валентинович, мы хотим вас поздравить от дома композитора коллектива, от Союза композиторов России, от Красноярского Союза композиторов, вручить вам памятный адрес, цветы и такой композитор без партия, скромный наших подарков. И пока у меня есть возможность, я дорвался до сцены, я все же хочу и считаю необходимо сегодня сказать тем людям, от которых я слышал о Пономареве, пока он еще был в Новосибирске. Это его педагоги, воспитавшие гордость нашего училища, нашего города, нашего края. Борис Трифонович Плотников, Федор Петрович Веселков. Несколько слов. Было бы очень приятно нам услышать. Приятно говорить приятные слова приятному человеку, который пишет приятную музыку, и в котором очень приятно общаться. Дело в том, что сегодня, как правильно сказал Олег Леонидович, композиторы этого направления возложили на себя крест и несут его. Это не то, что булки слеба с этого не съешь, а даже кусочка слеба с этого не съешь. Единственное удовлетворение моральное, иногда можно показать. Я вспоминаю этого человека лет 30 тому назад, по-моему, так лет 30, когда еще училища виделись. Потом не виделись, но от себя виделись. Потом приехал. Что интересно, часто люди приезжают и стараются, откуда-то, и стараются создать на себе впечатление, что во, я ферма. Я приехал, знаете меня. А человек приехал, ничего не говорил, ничего не делал, просто писал музыку, показывал ее, а оно все дальше, дальше, дальше. Я могу поделиться одним самым для меня субъективом сильным впечатлением. Когда Владимир Валерьевич, и сын на рубеже 80-90-х годов прошла полоса духовной музыки, и лет 95-м он дал мне ноты посмотреть, я сел дома за инструмент, начал на фортепиано играть эту духовную музыку, и даже не довоображая внутренним слухом этот хор, просто от этой музыки отдал свой день, а все вдруг я почувствовал огромное поле духовности в этой комнате, что у меня, знаете, как говорится, в зобу дыхания сперло. Мне кажется, что вот это, когда даже просто модель, играя от нее уже идет, это высший пилотаж композиционного творчества, который сегодня очень нужен, потому что если мы посмотрим сегодня, вселенская помойка попсы, которая так и все затомляет, где-то башня сломовой кости, где узкая группа собралась, и, так сказать, что за такое пишут, что 20 человек вокруг понимают, остальные дураки, не для них пишут, а человек пишет, как слышит, пишет, как Бог дал. И вот это самое главное, что человек не создает себе модели, не пристраивается к какому-нибудь направлению. А как осенит, так пишет. А осеняет его, дай Бог. И пусть осеняет дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас Федор Кутрович Виситков. Наш композитор, член нашей организации, старейший композитор России. И молодцы. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляю тебя с первым рубежом всегда. Я, конечно, очень рад, что ты так хорошо работаешь. И самое главное, не даешь мне прекратить работу. Потому что он все время меня подталкивает. Я до сих пор еще в действии. А Володя пришел ко мне в класс совсем таки. И когда он, по-моему, на уроке Гармонии принес свои сочинения, сказал, что он собирается поступать в Мерсюберскую консультуру, я, конечно, благословил его, потому что все данные были у него на лицо. И он, конечно, это все оправдал. И я считаю, что в честь и гордость нашего государства Батухарного училища. Еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно мне еще сказать? Это общение от мать и родственников. Когда 45 лет тому назад наш папа пришел и сказал, Галина, а у нас Вовка, не Вовка, а мальчик родился. А как назовем? Вовка, мама сказала. И когда наш Володя вроде бы стал... Он очень любил читать стихи и очень много выступал по телевизору, даже его показывали. И мы думали, что он все-таки будет у нас театралом каким-то. Но я гляжу, он стал где-то по улице бегать туда-сюда. Я его за ручку взяла и повела в музыкальную школу. Но его не стали заставлять музыку там еще петь. Я слышу сквозь дверь, а он стихи читает. Читает стихи. Его, конечно, зачислили, он стал у нас учиться. Но никто не думал, что вот так вот он у нас композитором будет. Вовка, мы поздравляем тебя. Мы тебя любим. Желаем тебе больших успехов. Всего самого доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а теперь с вашего разрешения я все-таки начну концерт. И откроет сегодняшний концерт, как я уже сказал, камерный артист в Кредо исполнит концерт Агросса дирижон Светасов Пованов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКО bearings Значит, Моцарт и Сальери один, к нему есть эпиграф. Мой дядя самый честный правил. Сальери был предельно честен. Он безрассудно не путил. Он за обед с вином и ядом по чести киргам платил. С тебя, мой милый Моцарт, дали. Уж я по трое раз плачу. Что значит завтра получу? Нет, это мы уже слыхали. Пошли домой конца. Как? Нету. Ведь ты же получил заказ. Ты пишешь рэпием сейчас. Я взял аванс. Я знаю это. Ты не хитрит. Да, мы друзья. Мы также без конца друзья. Учись в порядочности, милый. Ты молод. У тебя еще, ну, впрочем, вот вино или счет. Так выпьем за покой в могиле, за рэпием. Шучу. Когда же я трагер получу? И вот бокал налит учтиво и выпит, судя по всему. А Моцарт думал. Вот ворчливый. Дался ж мой рэпием ему. При чем тут был аванс? Да может, я рэпием себе пишу. И ничего не попрошу с того, кто мне заказ подложит. А может, не отдам его заказчику моей работы? Пришел конец. Савелий, вот твой талер. Мы с тобой в расчете. Ты чем-то чересчур встревожен и так ворчлив. Изволь признать. Я больше никому не должен. Приду же на рекомендации. Приготовил повар в Сальери вкусные спины и отбивные. Не хотел он поддавить Вольфгангу. А Сальери мучимой изжогой к отбивным совсем не прикоснулся. И Вольфганг насветился на славу. Медицина ж в те поры не знала о существовании Сальмонеллы. Слов таких, как никто и не слыхал. Для чего я вам пишу об этом? Для того, чтобы старый миф развеет. Мне совсем иная цель моя. Если в гости вы поесть идете, не грешите после на хозяев. А не творится новый миф. ПЕСНЯ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сначала я исполняю эту музыку, а потом исполняют мои студенты, с удовольствием, успешно исполняют. Сейчас я знаю по картине локальной циклой, где стихи сняжких поэтов и вокалисты исполняют. Так что эта музыка живет не только нашим исполнениям. И еще раз хочется просто пожелать для меня, для девочек, такой же удовлетворенности и на будущее. Ну и сейчас мы продолжим. АПЛОДИСМЕНТЫ Осталось хоть шелест пашин, которые взывают жизнь, И не оплачивают прошлым своим почастым чужим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Их не было и нет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дело в том, что мы очень любим Владимира Валентиновича. И я в них... Я у Гали прошу прощения, я все время говорю эту фразу, что я готова ноги мыть и воду бить. Потому что его музыка, она действительно удивительная. И все наши кафедры принимают большое участие в творчестве Владимира Валентиновича. Во-первых, у нас студенты пишут аналитические работы о произведениях. То есть вот даже в моем классе просто тремя студентами написано три диплома о раме в творчестве духовном, о трех хорах на стихе Бориса Пастернака, и о девяти хоровых эскизах. Одно из последних сочинений Владимира Валентиновича. И когда был концерт на пленуме композиторов в органном зале, эти девять хоровых эскизов были исполнены ансамблем нашей кафедры. Я думаю, что, наверное, это очень важно пропагандировать, а скорее показывать. Показывать, раскрывать творчество этого замечательного нашего композитора. И каждый раз мы жадно ждем его новых произведений, потому что каждый раз мы действительно открываем для себя удивительный мир. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Если можно, я дополню. Мы все любим Володю. И надеемся, что это взаимно. Оно, наверное, на самом деле так есть. Удивительно, все время, когда говорят о талантах, а мы всегда говорим, что Володя у нас талант. Особенно, когда послушаем его произведения в записи, и когда мы поем ему, Володя, это все это можно только сказать. Ну, талант просто. И когда слушаешь о том, как люди живут с талантами, ну, я не знаю, как Галина с ним живет. АПЛОДИСМЕНТЫ Все время говорят. Вы понимаете, что ваш спутник – талант? И жена, допустим, говорит, да, конечно, я понимаю. Ну, и как жить с талантом-то? Очень трудно. Вот мы, вроде как, тоже все время рядом. Мы понимаем, что он талант, а то удивительно понимать, что рядом с тобой талантливый человек. Но, несмотря на это, он удивительно легкий. Он удивительно простой. И вчерашний пример, мне кажется, показателен. Животных, как детей, не обманешь. Мы вчера были светом гостям, у нее есть кошка. Вот она залезла никому мне, никому... Она залезла нам. Она не к Володе. Он ей говорит, «Пошка, поиди!» Она смотрит на него влюбленным глазом, как будто это ее близкий человек. Поэтому мы все, конечно, очень благодарны Володе за то, что он с нами сотрудничает, он нас так собирает, соберевает свои мнения. И спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Наперем на стихи Федора Веселкова про цветение. И снова пора цветенья, Пленчат сажалу ветерок, Станул он в одно мгновенье, Нескера шумеца помог. Медлиц, смелся он ночью утрябый, Сердина гонек на нотя, Светы обнимал на поляне, И с Бога испугнула заре. Кроль на полу, словом тюрьмете, Устала, отвесив поклон, На юном и звонком в рассвете, Выйтик он исчез, словно сон, Выйтик он исчез, словно сон. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 И это прозвучал Мадригал, извините, на мои собственные стихи. И сейчас будет Мадригал на стихи, опять же, Андрея Демоника. В шуме деревьев. ПЕСНЯ 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 Ну, кто такой Владимир Владимирович, мы уже все знаем, все сказали сегодня. И мне кажется, самое главное, что вот это... Хотя я одну мысль не довел в том выступлении, что вот есть замечательная гравюра-портрет Веберна, дириживающего. Вот как-то так складывается, что личности, интересные личности, они уж очень и в экстерьере, в манере. И в манере говорить очень... Ну, с трудным Альфред Галичем, который как-то разъяснялся, Тихон Николаевич Халинников. То есть вот люди, у которых даже вот в бытовых каких-то вещах сказывается вот его манера и его индивидуальность. Я считаю, что это очень дорогое качество. И Фёдор Петрович два слова сказал тоже абсолютно туда же. Вот мы все ощущаем, что с нами рядом очень цельная личность, очень яркий, интересный композитор. Да, условия мы должны любить в своё время, выпали такие. Единственное, что я смотрю, что вот от сочинения к сочинению меня сегодня удивило. И кредо-работа, и вокальный цикл. У него очень хорошие вокальные циклы, но это просто... Я не понял, где я, что я, как я. Это какой-то совершенно... Нет. Деменюк. Деменюк. Вот какой-то особенный мир. И всё же я не знаю, как стихи можно, значит, профессионально классифицировать. По-моему, очень хорошие стихи. Но вот в традициях Шумана, Шуберта, Свиридова текст в этом цикле блистает. Я считаю, что это просто большая творческая удача, не умоляя всего остального. Смотрите, опять, мадригалы, хоры. Мадригалы спрашивали у Богу Чава. Мы не взяли сборночки. Вот. То есть, вот пожелать дальнейшего, спокойного, здорового, богатого движения поступи, замечательного композитора и человека. Терпение и понимание близких, чтобы детишки понимали, что папе нужно. Хотя бы их устроенность для него сейчас это очень важно. и великолепного педагога от позиции Владимира Панамарова. Последний педагог. А познакомились-то мы с Павловием? В Питере первый раз, второй раз в Новосибирске. А третий раз нас всегда в Касталке. Но наш стол придаёт вашему столу. Слово не это. Неприятно, даже очень радостно, что я дожил до такого положения, что вижу в городе нашем. Каперитерская организация самого высокого уровня. И самое главное, что в нашей музыке, в Красноярской музыке, большое место занимает поэзия. Поэзия не в смысле слова, что там могут сочетаться, там стихи писать, а просто в самой музыке. И примером такого я считаю, что в полной мере соответствует прелюдии, протипиальные прелюдии Ворозина. Это настоящая, большая память и поэзия. Я вот слушал, а я такой лирик в душе от этого все и он чувствует эту поэзию. Я думаю, эту сторону надо развивать и дальше. Героическое тебе не по плечу, это больше к нему подходит, может быть, самое эпическое, героическое такое. то есть будь таким лириком, поможешь до конца. Это очень здорово. Во-первых, будешь иметь удовлетворение, когда будешь иметь за плечами восемьдесят шесть. Да. Конечно. Так что, давайте заповесим. Будин рабочих он еще успевает и к больному отцу съездить и позаниматься со своим внучатым племянником, который ходит в музыкальную школу. Все это Володя успевает. Поэтому успеваешь, успеваешь. Делаешь то, что можешь. Старается. Да, старается. Поэтому, конечно, довольны им, гордимся. Желаем, чтобы все у него было хорошо. Спасибо. Так и будет. Так и будет. Будем надеяться. Спасибо слово. Конкретно. Спасибо. Спасибо. Не нужно с вами что-то делать, чтобы там не было. А он же сам не знает, что есть такой для заниматься делом. Племянник не дает такие. Да. Да, почему не позвонился учительнице у него? Почему не позвонился? Почему? А композитор не пришел. Мой композитор не пришел. Звучит. Молодец. Ну, че это племя? Ну, че это племя? Вот я сейчас вернулась, да? Оттуда. И на самом деле было несколько стадий там, когда находилась. Первая стадия восхищения того, что у них как относится правительство вообще как бы всей Европы к композиторам там. Потом началась депрессия как относится как относится к правительству у нас. Как у нас в принципе по всей стране мы положили композиторы. Потом было ощущение, когда я просто плакала в деле. Мне просто было жалко вот наших всех профессиональных композиторов, которые, как они живут, потому что все пишут по ночам и кто... А потом хотелось дать большие-большие медали, потому что это вообще как герой Советского Союза. На самом деле это героизм. Меня спрашивали, как вы живете, как вы можете, как можете жить и писать, продолжать в таких условиях? То есть они не понимают. Я не спрашиваю в общем. Ярочка, вы скажите, есть средства душ там их надо. На самом деле нет. Получаются хорошие. Так вот. И меня сказал композитор из Финляйдинга за твоему музыку хорошего пишите. Такой, что мы хорошим. Это как говори, да, чем хуже жизнь, где мы... Но это как бы не слабое утешение, просто... Вот. Я рада, что у нас есть такие... герои в нашем родном городе. И героине. И на самом деле я очень много рассказывала про Красноярск, чего... и на самом деле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!